Солнечная программа А мы, как всегда, рады будем подарить вам хорошее настроение и позитива на весь день. А наша песня вдохновит вас на добрые дела и день пройдет еще замечательней. Оставайтесь с нами. Солнечная программа 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 У кого-то была двухсторонняя пневмония, у кого-то был ковид, у кого-то был бессимптомный ковид. Но, тем не менее, у нас выработаны антитела, мы это все уже проверили. Но, несмотря на то, что у нас есть антитела и то, что мы устойчивы к вирусу, эксперты говорят о том, что в течение нескольких всего лишь месяцев держатся эти антитела, поэтому не факт, что в дальнейшем мы также будем устойчивы к этому. Но, по крайней мере, это был очень тяжелый период, мы как раз-таки переболели в тот период времени, когда начался самый пик, это конец июня, начало июля месяца. Ну, я очень рада слышать, что сейчас у вас все хорошо, что вы себя чувствуете прекрасно. А вот какие бы вы дали советам людям, как переболевшие коронавирусом человек, что бы вы сказали, как людям, например, избежать этой болезни, как лечиться, как потом реабилитироваться? Я, наверное, ничего нового не скажу, скажу все то же самое, что говорят у нас медики, что говорит у нас Министерство здравоохранения. Болезнь все-таки протекает тяжело, либо легко, в зависимости от того, какую ты вообще жизнь ведешь. Я имею в виду здоровый образ жизни. Мы, например, всей семьей бегаем, мы хорошо питаемся, только питаемся здоровой пищей, да, и пьем травяные чаи. Наверное, это очень сильно помогло для того, чтобы мы пережили это в домашних условиях и могли вылечиться в домашних условиях. Ну и что касается реабилитации, то мы отменили всевозможные диеты, никаких диет, только казахарта, только хамэ, саумал, ну и, конечно, такая калорийная пища, которая очень сильно необходима для восстановления легких. Поэтому мы сейчас в таком же режиме хорошо питаемся, кушаем много витаминов, ну и, конечно, бережемся максимально, потому что мы сейчас даже до карантина, и вот после карантина, после того, как мы переболели, мы никому не ходим в гости, к нам никто не приходит в гости, мы максимально исключили общение с внешним миром. Если мне что-то нужно заказать, привезти, то я все это делаю через курьерскую доставку. Тем более, что вот в этом месяце у нас были дни рождения, у моей мамы, папы, у меня, у родственников. Мы все эти дни рождения отметили в онлайн-формате, сделали дома стол, включили зум-конференцию, родственники подключились, и достаточно, так знаете, довольно интересно прошло все. Поздравляем вас тогда с прошедшими днями рождения. Мы очень рады слышать, что все прекрасно у вас, что все в порядке. Желаем крепкого здоровья вашей семьи, чтобы вы не болели. И вот следующий вопрос. Я думаю, с вами на любые темы можно разговаривать. И все-таки я отметила тезисно, о чем мы будем сегодня говорить. И давайте для начала вы скажете, над какими проектами вы сейчас в данный момент работаете? Ну, спасибо за вопрос. Вообще говорить о проектах действительно можно бесконечно, особенно о тех, которые я веду. Вообще я работаю в Академии Государственного управления при президенте Республики Казахстан, и там я являюсь пресс-секретарем. Ну и, соответственно, как у любого пиарщика, всегда есть в рамках своей работы проекты. И вот на данный момент времени у нас идет в разгаре работа приемной комиссии, у нас сейчас собеседование претендентов на поступление в Академию Госуправления. И в рамках данного, скажем, рамках работы приемной комиссии у меня есть ряд проектов, которые мы тоже осуществляем. Ну а если говорить о внешнике и моих личных проектах, то здесь, наверное, больше можно сказать о том корпоративном университете для молодежи, для молодежных лидеров, которые я открыла в рамках работы в Конгрессе молодежи Казахстана. А Конгресс молодежи Казахстана – это самая большая на сегодняшний день молодежная ассоциация, которая включает в себя более 100 молодежных неправительственных организаций, общественных организаций. И для того, чтобы этих ребят поддержать, особенно во время пандемии, во время того, когда у нас в стране все сидят дома, во время еще первого карантина, это в апреле, в мае, мы запустили работу этого корпоративного университета на бесплатной основе в режиме онлайн. И это на сегодняшний день является одним из самых больших, крупных и значимых проектов в моей пандемической жизни. Кстати, да, я слышала про ЖАС-конгресс-юниверсити. А вот скажите, пожалуйста, как туда поступить и как проходит отбор? Спасибо большое за вопрос, но отбор, правда, очень жесткий. Первый поток, GCU 1.0, мы его так называли, мы туда включили только руководители молодежных НПО, молодежных организаций. Но поскольку вообще этот корпоративный университет мы создали из-за того, что в нашей стране, к сожалению, нет таких профессиональных центров, образовательных центров, даже факультетов нету в высших учебных заведениях, которые бы обучали именно молодежной политике, тому, как сработать с молодежью, какие проекты там реализовывать. И наши НПОшники молодежные, они работают интуитивно, да, где-то кто-то на своем личном опыте, как мы и так далее. А таких фундаментальных знаний они не могут получить, такие как, например, стратегический менеджмент, да, развитие экосистем молодежных организаций, позиционирование, репутационные риски и так далее. То есть все эти моменты не учитывались, и ребята, кто как смог, где кто учился, так и получалось. А здесь мы для первого потока, это были руководители НПО, мы их собрали и обучили 50 человек. Шестинедельное было обучение, и здесь главным критерием, конечно, было то, чтобы это были руководители неправительственных организаций, предпочтения мы, конечно, отдавали регионам. У нас были из отдаленных аулов, районов, районных центров и так далее. Ну, и, конечно, когда мы проводили это обучение, мы же выкладываем истории, социальные сети, это сила. Очень много волонтеров, очень много членов студенческих организаций, просто ребята, они писали о том, что почему вы нам не даете возможность, дайте нам тоже возможность, мы хотим учиться. И такой вот, после первого пилотного проекта мы буквально через недели-две, вот в июле месяце запустили второй поток, и там могли, могут сейчас обучаться, и обучаются 70 человек, и это активисты исключительно, волонтеры, те люди, у которых очень активная гражданская позиция и занимаются общественной деятельностью. Мы из 700 человек отобрали 70 человек, и одним из таких важных критериев было то, что наличие у них этих сертификатов, волонтерских книжек, да, и так далее. То есть такой бонус двухнедельный, и ежедневно они обучаются совершенно новым вещам. Например, у нас в понедельник был такой мастер-класс двухчасовой, такой как brain building называется, да, возможности мозга. Также были такие темы, как 4D-лидерство в меняющемся мире БУКа. Буквально вчера мы давали мастер-класски реконсультацию по правовым нормам, да, о том, как можно открыть студенческие фонды, благотворительные фонды, МФО и так далее. То есть вся та информация необходимая, которая интересна вообще молодежи на сегодняшний день. Если говорить о возрасте, который может принимать участие, то он не ограничен. С 16 лет, это вот старшая школа, это колледжи, с 16 лет и вот, пожалуйста, до 40, там, 9-50, у нас были разные возраста, потому что руководители МФО совершенно разновозрастные. Вот, ну, а что касается преподавателей, то у преподавателей у нас только самые топовые. Я сделала объявление в Инстаграме, в Фейсбуке о том, что вот такая инициатива есть. Этот, кстати, университет абсолютно ничем, никем не финансируется. Это моя инициатива, которую поддержали мои друзья, мои коллеги из Конгресса молодежи Казахстана. Ну и вот, и мы написали о своей инициативе, и очень много моих коллег, бизнес-тренеров со всего Казахстана, и даже СНГ отозвали, сказали, мы с удовольствием прочитаем на пару часов лекцию, поделимся своим опытом бесплатно. Вот поэтому у меня здесь сейчас в Жасконгрессе университете только самые топовые спикеры, в том числе и из Академии госуправления. Очень рады слышать, что вы предоставляете такие классные возможности для молодежи. Мы желаем успехов вашему университету, Ахирке. Спасибо большое, Рахмет. Ну, мы знаем, что вы в молодежной политике давно. Вы были активисткой в Жас-Утане, в Нор-Утане, в Конгрессе молодежи Казахстана. Вот расскажите, пожалуйста, каким должен быть молодой активный человек? Какими должен он обладать навыками, чтобы стать конкурентоспособным, профессиональным лидером в своей сфере? Какой интересный вопрос. Спасибо большое. Да, действительно, у меня есть 10-летний опыт работы в молодежной политике. Как вы сказали, это и Жас-Утан, итальян студентов Казахстана, Жас-Уель. Сейчас я являюсь советником Конгресса молодежи Казахстана по коммуникации. Вот и, соответственно, у меня есть свой проект в Жасконгрессе университете. И, наверное, вот за весь этот период работы в молодежке и работая с молодежью, я понимаю, что одним из самых важных навыков, которые нужны для развития, для лидерства, это, наверное, гибкость. Гибкость и легкообучаемость. Потому что если ты легко обучаешься и быстро схватываешь на лету, и ты очень гибок в плане того, что быстрый на действие, вот сказали, пошел, сделал, да, значит, ты умеешь быстро креативить, быстро мыслить и широко мыслить. И адаптируешься под любые происходящие ситуации, да, то есть, например, те ребята, которых я знаю, которые действительно, да, очень активны и позиционируют себя как молодежники активные, они из этого всего кризиса смогли сделать такие крутые возможности, да, они пошли сейчас в рост. Поэтому здесь, наверное, легкообучаемость, гибкость, да, и вот навыки коммуникации тоже очень сильно важны, потому что коммуникации, как онлайн, так и оффлайн, сейчас решают абсолютно все проблемы, и мы находим решение, да, именно через коммуникацию. Спасибо вот за ответ. А, Кирки, еще вот следующий вопрос. Для многих вы являетесь примером для подражания. Многие подписчики пишут под вашими постами, что вы их мотивируете. Лично я сама вдохновляюсь вами. Вот скажите, пожалуйста, как вы все успеваете, чем вы мотивируетесь? В чем секрет вашего успеха? Спасибо большое. Такой интересный вопрос. Вообще, на самом деле, секрета нету. Наверное, это выстроенный тайм-менеджмент. На самом деле, вот этот период, когда мы перешли на удаленную работу, было сложновато в первые, наверное, две-три недели, потому что пока ты адаптируешься, то ты не знаешь, работать в пижаме, да, или работать в рабочей одежде, в какой комнате и как, потому что и еда под рукой, да, и телек под рукой, все под рукой, и ты просто растворяешься в этом непонятном пространстве и времени. И здесь, наверное, основной секрет того, что это дисциплинированность и организованность. Часть от того, что было очень много таких интересных советов, тогда же не все болели в марте месяце, и мы все увлекались этими советами, да, развития и так далее. И тогда сказали, для того, чтобы не утонуть в этой удаленной работе, которая в перемешку с домашними делами, очень важно соблюдать определенные ритуалы. Например, ты утром делаешь определенные свои традиционные ритуалы, да, завтрак, души, бег, пробежка и так далее, ну и потом приходишь и обязательно поменять пижаму на какую-нибудь более или менее casual формат, смарт-кажуал, какую-нибудь футболочку пола, да, сделать прическу, макияж и садиться уже за компьютер, начинать работать. И второе, свое рабочее место организовать так, чтобы это было действительно рабочее место, а не где-то на кровати с лэптопами перед телеком, да, чтобы это действительно чувствовалось, что что-то организовано вокруг тебя. Ну и очень большое влияние на мою вообще жизнь, на моё вот это вот ресурсное состояние, в котором вот я нахожусь и очень энергично провожу эфиры, дневные, утренние, вечерние, бывают даже ночные эфиры. Это, наверное, то, что я научилась генерировать это ресурсное состояние. А это дается, конечно, через многие практики, это такие как медитация, это аффирмация. Ну и, конечно, сейчас вот я обучаюсь на сертифицированного международного коуча, поэтому коучинг в моей жизни тоже сделал большие такие вот перемены положительные. Спасибо за советы, Афирьки. Вот вы стали говорить, что вы обучаетесь на коуча. Вот скажите, пожалуйста, в одном из блогов вы писали, что вы стали пиар-менеджером, пиарщиком, хотя вы учились на учителя, да? Изначально вы были учителем, а потом уже стали крутиться в сфере СММ, пиар. Как так получилось? И не жалеете ли вы об этом? Не жалею ни в коем случае, и этот случай я всегда, наверное, так с любовью рассказываю, с теплотой, потому что у меня вообще четыре образования высших, и они вообще не связаны с пиаром. Чтобы вы понимали, первое у меня образование учителя английского языка, потом я получила филолога, юриста и психолога. Но так жизнь повернулась, что я пять лет преподавала английский язык в высшем учебном заведении, у меня были свои языковые курсы, я все хорошо двигалась, но я же еще и общественница, занимаюсь общественной деятельностью. И вот так вот в Жасутане развиваясь, я развивалась в системе СММ, да, понимая, что это такое. Тогда это было не столь популярно в 15-14 году, как сейчас. Вот тогда этот путь начался, меня заметили в партии Нур-Отан, и в какой-то день в 2015 году, я хорошо помню, это был ноябрь месяц, мне предложили должность пресс-секретаря партии Нур-Отан по городу Нур-Султан, тогда еще Астана. Я вообще не оглядываясь согласилась, сказала, живем один раз, мне всего лишь там сколько было, 25, по-моему, лет, я сказала, все, берем и уходим. И вот с того момента я просто влюбилась в пиар, и сейчас вот уже здесь нахожусь более пяти лет. Спасибо за историю, Ахирьки. То есть вы хотите сказать, что несмотря на образование, все равно никогда не поздно найти свой путь, свое призвание, да? Абсолютно, потому что сейчас такой век пошел, что здесь мы больше ценим не дипломы, а больше мы ценим навыки. Если вы посмотрите, огромное количество самоучек-айтишников, огромное количество самоучек-видеографов, монтажеров, операторов, телеведущих в том числе, да? То есть вы понимаете, что мы больше обращаем внимание на призвание, потому что всегда приятнее работать там, где ты находишь свое призвание. И, как говорится, лучшая работа – это любимое хобби, да? Поэтому мы занимаемся своим хобби. Спасибо. Ахирьки, здесь как раз поступают вопросы от наших телезрителей. Здравствуйте, спасибо вам и вашей гости из столицы. Я из поселка, и мне кажется, что наша сельская молодежь очень инертна. Вот хочу спросить, уважаемый Ахирьки, Ахирьки, какие у вас проекты, касающиеся именно села? Спасибо за вопрос. Именно потрясающий вопрос, я с вами согласна. И сейчас мы хотим достучаться до сельских ребят. К сожалению, вот все, что я сейчас делаю в рамках Жас Конгресс Университи, это то, что мы можем предложить бесплатное онлайн-образование в рамках Жас Конгресс Университи. Это безусловно, и когда вот всегда идет отбор, я прежде всего смотрю на то, чтобы у нас участников из отдаленных сел, из районов было больше, нежели от больших городов, как Алма-Ата и Нур-Султан, потому что в этих городах, как вы знаете, возможности больше получить образование, сходить на оффлайн-форумы, конференции, мастер-классы. Поэтому здесь я предпочтение вообще без задних мыслей отдаю ребятам из села. Образование вот мы сейчас буквально с понедельника следующего будем запускать пилотный курс на казахском языке. Я надеюсь, что успеют ребята за три дня так сжатые строки зарегистрироваться максимально, и для того, чтобы они смогли принять участие. Что касается вообще Конгресса молодежи Казахстана, то у нас есть огромное количество проектов, вы можете их посмотреть на наших страницах в социальных сетях, для того, чтобы эту как раз-таки инертную молодежь как-то расшевелить. Есть уже Сулель проекты, есть уже Сулановские проекты. И вообще ребятам из села я всегда рекомендую, подписывайтесь на нас, задавайте свои вопросы, и мы вообще всегда открыты сделать какие-то совместные проекты, помочь вам. Так что мы всегда открыты, welcome. Ну и, конечно, если у вас будут какие-то предложения по тому, чтобы заактивировать эту молодежь, мы всегда рады. Напишите нам в Инстаграм, без проблем мы всегда ответим. Спасибо большое. Кирки, очень рада слышать, что вы работаете с молодежью, что вы предоставляете им возможности. И действительно, мы очень надеемся, что больше детей из поселков, из отдаленных районов будут активнее принимать участие в ваших проектах. А вот в дальнейшем, может, вы поделитесь своими проектами, какие у вас планы? Спасибо большое. Планов много вообще, чтобы планы сбылись, говорят, они нельзя делиться. Как вы знаете, сейчас вот во время карантина отменили, к сожалению, отменили большое количество мероприятий и проектов, которые мы вообще планировали на этот год, в связи с тем, что массовые скопления невозможны в этих условиях. А так у нас было много проектов. Один из таких самых ярких, впечатляющих, это был уже Старкер Уене, когда со всех регионов страны в прошлом году более двух тысяч собрались и поехали в разные регионы нашей страны. Ну и один из моих самых любимых и вот из тех проектов, которые я модерирую, курирую, называется «Жаскала». Это проект, направленный на развитие, на прокачку молодых журналистов, начинающих журналистов, блогеров, тех людей, которые хотят в эту сферу пойти работать. Мы уже на протяжении двух-трех лет этот проект развиваем при поддержке фонда первого президента республики Казахстан Ельбаса, Назарбаев Foundation, и в этом году мы думаем, что этот проект также будет поддержан, и вот буквально осенью мы сможем его запустить уже в формате онлайн. Отличная новость, действительно, это возможность и для молодых журналистов. О Кирке, вот вы стали уже говорить про то, как вы занимаетесь именно журналистикой, то, что вы в сфере пиара, СММ. Вот вы также отмечаете, что вы медиа-эксперт. Вот расскажите о своей работе в этом направлении. Очень интересно, послушайте. Спасибо. Ну, вообще, медиа-сфера, она настолько многогранна и настолько интересна, что об этом можно говорить нескончаемо. Моя работа, она заключается в том, что, в первую очередь, я медиа-тренер. Медиа-тренер у политиков, у чиновников, у государственных служащих и являюсь медиа-тренером Академии Госудправления. Буквально вот у нас после эфира у меня начинаются занятия в Северном Казахстане. Я преподаю такой курс авторский коммуникационный менеджмент в социальных сетях для государственных служащих. У меня там слушатели. Итак, я в неделю несколько раз провожу такие медиа-тренинги для государственных служащих в рамках повышения квалификации вот в Академии Госудправления. Ну и, безусловно, меня еще приглашают в разные регионы, опять-таки, онлайн, для того, чтобы я проводила тренинги для госслужащих, как нужно вести социальные сети, как устраивать обратные связи в социальных сетях, с населением, что сейчас становится очень-очень актуальным. Ну и, конечно, информативность, сказали, информационную политику нужно усиливать, как сказал министр Аида Голымовна Балаева. И в данном спектре, конечно, наша работа тоже усиливается, тоже мы пытаемся всех научить, обучить. Ну и, конечно, я консультирую, консультирую, опять-таки, политиков, консультирую государственные органы, госслужащих тому, как нужно вести социальные сети, как нужно вообще обратную связь эффективную выстраивать с населением, чтобы не было недопонимания, скажем так, да, и того процесса, который сейчас у нас, к сожалению, происходит в социальных медиа. Чтобы это всё нивелировать, чтобы это всё уменьшить. Отличная работа. Спасибо, Ахерке. И как раз я хочу прочитать ещё один вопрос от наших телезрителей. Так, спасибо вам большое, что вы пригласили Ахерке Берлибай. Я тоже её подписчица, и хотела бы узнать, какой у неё жизненная кредо. Вау, замечательно, спасибо большое, мне очень приятно. Жизненная кредо, ну, я даже не знаю, как это сказать. Жизненная кредо, наверное, никогда не останавливается. Умея мечтать, достигать эти мечты, потому что как только остановишься, начинается всё, ступор и деградация. Двигаться, двигаться и только двигаться. И самое главное, не бояться выходить из зоны комфорта. Это очень-очень важно. Да, и вы на своём примере уже показали, что можно выйти из зоны комфорта и достичь своей цели. Ахерке, я вот хотел бы попросить вас, чтобы вы поделились своими советами, а также поделились своими пожеланиями с нашими телезрителями. Спасибо большое. Ну, вообще, потрясающий сегодня эфир получился. Я думала, как так, мы столько времени поговорим. И о чём, Деп, да, ну, отказывается, есть о чём поговорить. Спасибо большое за приглашение в первую очередь. И меня очень радует, что сейчас такое время, помимо того, что есть вот эти удручающие новости, да, что ваш телеканал, именно ваша передача, она находит новые возможности, новых гостей, которые могут вот в таком эфире за короткое время замотивировать, поделиться своим опытом и рассказать о том, что кризис — это не только кризис, но и новые возможности, да. Поэтому спасибо вам большое, что вы открываете для своих телезрителей новые возможности во всех этих смыслах. Желаю всем телезрителям вашего телеканала, вашего региона крепчайшего здоровья. Самое главное — крепкое здоровье. Здоровье, как говорится, это новая ценность этого года, это новое богатство. Крепкого здоровья вам, вашим семьям, близким, ну и, конечно, соблюдайте все меры предосторожности. Это очень-очень важно для того, чтобы уберечь себя. И приглашаю всех присоединиться к тому челленджу, который запустил наш Конгресс молодежи Казахстана и ряд еще других организаций о том, чтобы мы держались друг от друга на расстоянии, на дистанции для того, чтобы уберечь своих близких людей. Если мы все вместе это сделаем, то у нас все получится побороть этот коронавирус. Спасибо большое, Акирике, за то, что приняли участие в нашей программе, за такие вот крутые пожелания. Мы тоже желаем вам успехов во всем и везде, новых идей, побольше классных проектов. Спасибо вам большое за такую вот мотивационную встречу, хоть и онлайн, хотелось бы, чтобы вы, конечно, были у нас в студии, но, несмотря на это, вы подключились к нам. Оставайтесь такой же вот яркой, позитивной, активной, разносторонней личностью, которая развивает молодежную политику. Спасибо, Акирике, до новых встреч, до свидания. Спасибо, до свидания, до новых встреч. Оффлайн. Спасибо. Дорогие телезрители, сейчас я предлагаю вам послушать музыкальную композицию. Дорогие телезрители, сейчас я предлагаю вам послушать музыкальную композицию. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дорогие телезрители, а сейчас я вам предлагаю послушать изумительное, замечательное стихотворение «Не запрещай себе творить» в исполнении обладательницы прекрасного голоса Алины Ибраевой. Приятного вам просмотра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Спасибо вам, что были с нами. С вами была программа «Каншуак». Любите искусство, вдохновляйтесь, развивайтесь и не запрещайте себе творить. Улыбайтесь и весь мир улыбнется вам в ответ. До новых встреч, до свидания! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok